27 декабря спасатели России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в администрации городского округа состоялось чествование людей этой героической профессии. Представители Фокинского поисково-спасательного отряда поздравили и вручили им почетные грамоты. Предупреждение спасения помощь – таков девиз российских спасателей. Отвага и мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей отличают представители этой профессии. Именно они в составе аварийно-спасательных формирований противостоят техногенным катастрофам и стихийным бедствиям. Идут на выручку тем, кто попал в сложную ситуацию. От имени руководства города, от депутатского корпуса, администрации. Но прежде всего выразить слова благодарности, поскольку вот эта повседневная работа, порой многими незамечаемая, спасает многие жизни. Это наша борьба с пожарами, поскольку порой, может быть, небольшое возгорание может унести жизни многих людей. Это и работа на нашей гострассе А-188 в плане помощи пострадавшим в ДТП, ну и повседневной жизни. Глава городского округа Александр Баранов отметил, что профессия спасатель – одна из самых трудных и самых благородных на Земле. Даже в мирные дни спасатели находятся на передовой, сражаясь за жизнь и здоровье людей. Они постоянно учатся, совершенствуют свое мастерство и способны среагировать на самую сложную ситуацию, что дает жителям гарантию защищенности от любой опасности. Я считаю, что наше учреждение ГОЭЧС и пожарной безопасности, оно состоялось за то время, которое существует, на хорошем счету в крае. На хорошем счету в крае. И я считаю, что оно перспективное и в дальнейшем, поскольку развитие города продолжается, задач появляется все больше и больше. Поэтому это и строительство, это и эксплуатация потенциально опасных объектов. Все это влечет за собой, что рядом должны быть товарищи, которые всегда помогут. В настоящее время поисково-спасательный отряд городского округа в составе сил гражданской обороны насчитывает 9 человек. Это настоящие профессионалы, преданные своему делу, способные найти выход даже в экстремальной ситуации. По итогам года фокинский отряд занял второе место среди спасательных подразделений Приморского края. Спасатели поисково-спасательного отряда нашего городского округа на аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 2016 году привлекались 611 раз. В ходе данных операций была оказана помощь, вернее, потребовалась помощь 287 раз. В том числе спасено 165 человек, из них один ребенок и предотвращено 110 происшествий. В честь праздника пятерым специалистам поисково-спасательного отряда, имеющим классность, вручили отличительные нагрудные знаки. Нагрудный знак спасателя второго класса вручается чуду Валерию Александровичу. Кроме того, грамотами главы городского округа в честь профессионального праздника были отмечены специалисты городской службы ГОИЧС, служащие воинских частей пожарных подразделений города. Память спасателей погибших при выполнении своего профессионального долга собравшиеся почтили минутой молчания. Уважаемые коллеги, я попрошу вас встать и почтить молчанием память о ГОИЧС. Даже в свой профессиональный праздник фокинские спасатели находятся на своем посту. Ведь День спасателей не выходной, а обычный рабочий день для десятков тысяч работников спасательных служб России. И все же в свой профессиональный день они имеют возможность почувствовать себя настоящими героями. Служу Российской Федерации.